Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим про колясочку Caterville GTS 5 2022 года. Что же здесь у нас изменилось? Последний обзор на эту колясочку был, если не ошибаюсь, в 2020 или в 2019 году. Если честно, в текущем состоянии она мне нравится гораздо-гораздо больше. И скажу больше, я вообще кайфую от этого дизайна, от того, как она выглядит, от этих линий, от нового сидения класса комфорт. Здесь у нас еще конкретно на этой колясочке установлен теперь уже рюкзачок, установлен дополнительный пульт сопровождающего. Вместо штатного пульта у нас установлен пульт с LCD-дисплеем и дополнительно установлен еще ремень. В остальном коляска у нас в штатном виде. Здесь установлен стандартный аккумулятор 42 Ач, подножечки, подголовник, подлокотники. В общем, все остальное стандартное. Ну, давайте по обычаю пробежимся по регулировкам. Теперь у нас можно изменить глубину сидения колясочки. Значит, здесь есть два болта. Их можно открутить и спинку, соответственно, сместить. Либо ближе вперед, либо дальше назад. Соответственно, то же самое нужно сделать и здесь. То есть, таким образом у нас регулируется глубина сидения от 38 сантиметров до 52 сантиметров. Таким образом, коляску можно настроить под ребенка и даже под высокого человека. Параллельно нужно сразу отрегулировать длину подножек. Здесь, соответственно, есть два болта. Вернее, по одному болту на каждой подножке. Здесь шестигранник, здесь ключик на 10. Соответственно, откручиваем, увеличиваем или уменьшаем вылет подножки. Далее, высота спинки. Здесь есть у нас 4 гаечки. Вот, слабив которые, мы сможем отрегулировать спинку по высоте. Также, если мы говорим про регулировку роста, подрост человека, мы, конечно же, отрегулируем подголовник. То есть, здесь есть у нас 3 шарнира. Для начала мы все эти 3 шарнира ослабляем, чтобы у нас подголовник можно было подвести в любую точку. Подводим в нужное положение и затягиваем. Рюкзачок, он небольшой. Этот рюкзачок, конечно же, в первую очередь предназначен именно для сопровождающего. То есть, самому пользователю пользоваться этим рюкзачком достаточно затруднительно. А вот сопровождающий, который ведет вас здесь, может держать водичку, опять же, какой-то перекус. Какие-то небольшие вещи, теплые, возможно, средства гигиены. Соответственно, все это будет храниться здесь у нас. Как он снимается? Значит, здесь есть 3 крючка. Нижний у меня уже отстегнут. Здесь у нас карабинчики. Соответственно, я снимаю рюкзачок. Здесь есть ручка сверху. Есть, собственно говоря, сами лямки. Рюкзак можно использовать по его прямому назначению. Важно вешать рюкзак на все 3 крючочка, чтобы при подъеме по лестнице у вас этот рюкзак не болтался и не оттягивался. То есть, он сидел ровно на коляске. Ну и, конечно же, пульт дополнительный. Кстати говоря, давайте покажу, как он работает. Соответственно, включить или выключить коляску мы можем с любого из этих пультов. Происходит это следующим образом. То есть, как только мы пульт включаем, значит, у нас они сначала активны оба. Как только мы выбираем режим колесный или гусеничный на одном из пультов, например, здесь я выберу колесный режим, теперь у нас вот этот пульт становится главным, а вот этот вообще отключается от блока электроники. Здесь мы видим надпись «Нет сигнала от блока электроники». То есть, блок электроники, основной компьютер с этим пультом больше не общается. И, то есть, этот пульт у нас становится пассивным. То есть, весь контроль переходит сюда. Соответственно, если мы хотим активировать этот пульт, мы отключаем его здесь, включаем, активируем колесный режим. Теперь у нас здесь видим, что нет сигнала от блока электроники, а этот пульт у нас, собственно, контролирует всей коляской. Так, далее по настройкам, по росту. Значит, продолжаем. Регулировка подлокотников по высоте. Для этого нужно ослабить вот такой барашек, отрегулировать и затянуть. Всё, подлокотник у нас фиксируется чётко. Для пересаживания подлокотник у нас имеет возможность вот так вот подняться. Соответственно, этот подлокотник точно так же можно поднять и опустить. Значит, после того, как мы отрегулировали высоту подлокотника, нам нужно отрегулировать положение пульта. Значит, для этого ослабляем вот этот барашек. Регулируем длину. Если кабеля не хватает, его здесь немного подтягиваем. Отрегулировали длину, так же отрегулировали угол положения. То есть, кому-то больше нравится немного на себя, кому-то ровно параллельно подлокотнику. Соответственно, настроили под себя и вот таким барашком затянули. Всё, отрегулировали пульт. Так, далее угол наклона подножек ещё у нас регулируется. Соответственно, вот такой рычажок. Мы его ослабляем. На нужный угол поворачиваем. Опускаем. И легко фиксируем. То есть, здесь у нас подлокотник держится. Ещё, кстати говоря, важный момент. На новых колясках у нас подножки имеют новое крепление. Теперь, для того, чтобы снять подножку, у нас здесь есть такой барашек. Мы его ослабляем. Подножку вытаскиваем. Это крепление, оно более такое матёра, я бы сказал. То есть, отличается от предыдущей защёлки тем, что оно более простое. Но зато очень прочно фиксирует подножку. То есть, на предыдущих креплениях подножка болталась. То есть, после установки у нас был такой ощутимый люфт. Теперь, в таком креплении у нас подножки фиксируются очень и очень прочно и надёжно. Здесь у нас есть опоры для голени. Здесь у нас есть опоры коленные. Зарядное устройство у нас находится вот здесь. Крышечку сдвигаем. Сюда подключаем зарядник. Важно, когда подключаем зарядное устройство. Сначала зарядное устройство подключаем к коляске. Потом зарядное устройство подключаем уже в сеть. Ремень настраивается стандартно. Соответственно, под себя. Есть такой механизм, который называется кайпер. Это механизм регулировки угла наклона спинки. Кстати говоря, сам не знал, что он так называется. Но вот теперь вы тоже знаете, что вот этот механизм называется кайпер. Соответственно, это автомобильная система. Для того, чтобы откинуть спинку либо назад, либо вперёд, нужно потянуть этот рычаг наверх. Увести спинку на нужный угол. Отпустить рычаг и, соответственно, спинка зафиксируется. Здесь у нас вот этот рычаг установлен на правой стороне. Он может быть установлен на левую сторону. Если для вас это принципиально, при заказе обязательно этот момент указывайте. Установят туда, куда нужно. Здесь у нас есть ручки сопровождающего. Сейчас они сложены. Соответственно, их здесь можно перевести в боевое положение. Когда коляску нужно, например, катить. Чтобы коляску катить, нужно перевести рычаги. Здесь жёлтые рычаги есть. В режим холостого хода. То есть рычажочки поворачиваем на 90 градусов. Ещё важный момент по поводу переключения коляск на холостой ход. Если вы пытаетесь повернуть этот рычаг, а он не поворачивается, этот рычаг вообще должен поворачиваться легко. По сути, когда вы поворачиваете рычаг, вы выводите шестерёнки из зацепления, либо наоборот вводите в зацепление. Соответственно, чтобы рычаг поворачивался легко, нужно коляску просто покачать немного вперёд-назад, вперёд-назад. Тогда шестерёночки ослабятся, и вы легко повернёте эту ручку. Так, ещё, кстати говоря, из новинок. На новых колясках здесь у нас установлен концевой выключатель. Сделано это для того, чтобы спинка не пересекалась с гусеницами. Может произойти такая ситуация, что мы перешли на гусеницы, потом откинули спинку, начали переходить на колёса, и гусеницы при подъёме начинают упираться в спинку, которая откинута. Чтобы такого не происходило, здесь у нас есть дополнительный концевой выключатель для увеличения надёжности работы всей коляски. В отличие от GTS 3, здесь у нас установлены датчики скорости. То есть здесь на цепи у нас есть шестерёнка с датчиками. Информация от датчиков передаётся на блок электроники. За счёт этих датчиков коляска, во-первых, гораздо лучше управляется, чем её предыдущие собратья. Во-вторых, данные от этих датчиков скорости передаются на пульт с дисплеем. Здесь мы видим текущую скорость в километрах в час, мы видим пробег, то есть можем замерять пробег непосредственно самой прогулки, и мы видим полный пробег коляски, начиная от даты её производства. Давайте ещё немного поговорим про комфорт. Собственно, один из самых важных элементов – это, конечно же, сидение. То есть само по себе сидение и спинка имеют вот такие вот боковые поддержки. То есть держат спину по краям, за счёт этого обеспечивается какой-то такой комфорт и уют. То есть, когда в колясочку садишься, она как бы тебя обнимает. Очень классное ощущение. То есть на самой подушке тоже есть вот эти боковые упоры. И если вы используете какую-то специализированную подушку противопролежневую, как роха, например, или ещё что-то, значит, можно установить на липы, собственно говоря, на коляску, вашу индивидуальную подушку. При этом высота посадки у вас не изменится, и это не повлияет на безопасность подъёма, собственно говоря, по лестнице. То есть, когда вы поднимаетесь по лестнице, вам нужно сохранять то положение, которое изначально предусмотрено заводом-изготовителем. Давайте поговорим про электрические части коляски. То есть, ну, во-первых, у нас под самим сидением расположен автоматический выключатель. То есть он предназначен для того, чтобы полностью обесточить всю систему. То есть блок электроники, пульт, разъём зарядного устройства мы полностью обесточиваем от аккумулятора. Когда к вам приходит новая коляска, вы только её получаете, скорее всего, автомат будет отключен. То есть вам нужно будет вот этот рычажок повернуть, перещелкнуть вперёд. Здесь, собственно говоря, есть схема, как это сделать. Под креслом давайте ещё покажу. Сейчас мы немного откинем. Пинку, чтобы было видно. Под креслом есть у нас здесь два разъёма для пультов. Собственно говоря, у нас сейчас как раз два пульта установлены. Соответственно, оба разъёма заняты. Один разъём под датчик угла наклона кресла. То есть здесь на кресле установлен датчик угла наклона. И, собственно говоря, этот датчик подключается, собственно говоря, здесь. Четвёртый разъём у нас подключается вот этот вот концевой выключатель. Аккумулятор у нас расположен в аккумуляторном отсеке, собственно говоря, здесь. Чтобы получить к нему доступ, например, если вы приобрели самостоятельно аккумулятор повышенной ёмкости, 75 Ач или 95 Ач сейчас появилась тоже такая опция. Откручиваем вот эти два винта, значит, получаем доступ к самому аккумулятору и производим его замену. Фары. У нас есть фары. Значит, правая нижняя кнопка на пульте, вот это, так, нет, извиняюсь, левая нижняя кнопка на пульте, это, собственно говоря, включает фары. Собственно, сзади у нас фонари имеют... То есть, либо они горят, либо не горят, либо вот в режиме аварийной сигнализации находятся. А спереди... Так. У нас, соответственно, есть ближний свет, у нас есть дальний свет, и у нас есть аварийный сигнал и выключенный режим. То есть, всего 4 режима. Так это работает. Фары очень мощные, значит, в режиме дальнего света ночью освещают очень хорошо, но на GTS 4WD, правда, фары светят ещё лучше. Вот, но сейчас мы не об этом. Теперь, что из себя представляет, собственно говоря, сам пульс дисплеем. Включаем. Соответственно, сначала нужно выбрать режим, в котором мы будем... Сейчас колёсный режим. Здесь отображается, собственно говоря, сам режим. Сейчас в красном отображается ограничение скорости. Во время движения, собственно говоря, на спидометре будет показываться сама скорость. Здесь слева мы будем видеть нагрузку на каждый двигатель. Здесь цифрами показана, собственно, нагрузка в амперах суммарная на оба двигателя. Здесь мы видим время. Здесь видим текущую температуру в правом верхнем углу. Здесь мы видим заряд батареи и приблизительный запас хода. Кстати говоря, часто возникают вопросы. Почему в технических характеристиках написано 25 километров запас хода, а при полностью заряженной коляске здесь отображается 19-20 километров? Значит, это потому, что в технических характеристиках у нас указан максимальный запас хода, который, собственно, можно проехать на этой батарее, но в идеальных условиях. В реальных условиях, когда влияет температура, различные режимы, гусеничный, колесный, когда у нас есть какая-то динамика, то есть есть разгоны, торможения и так далее, то есть запас хода будет меньше. И, соответственно, здесь у нас указан приблизительный запас хода, который у нас коляска проедет. Когда мы включаем фонари, у нас на клавиатуре появляется вот такая вот приятная подсветочка. Соответственно, чтобы поменять режим, нам надо нажать, собственно говоря, на режим. Здесь либо нажимаем вверх или вниз, чтобы выбрать режим, либо можем вернуться назад. Значит, в меню, в новой версии у нас изменилось меню. Здесь мы видим угол сидения. Здесь настройки различные, яркость дисплея, звук, можно выбрать язык, джойстик, это чувствительность джойстика. То есть насколько коляска будет резкой или наоборот плавной. Так, время, ну, собственно говоря, это и есть время. Наклоны коляски. Вот, наконец-то программисты нам сделали нормальное отображение углов наклона, а то раньше был там крем-тангаж, и, соответственно, люди путались, что такое, какой крен, какой тангаж, про что это вообще. Теперь, соответственно, понятно, что вот этот уклон, это, собственно говоря, уклон вперед-назад, а это уклон влево-вправо. Соответственно, сейчас колясочка у меня под наклоном стоит, поэтому 4 градуса наклон показывает. Так, сброс пробега, это, собственно говоря, здесь у нас вот нижний пробег, это, значит, пробег сбрасываемый, а верхний пробег, это пробег от начала производства коляски. Собственно говоря, если мы нажмем сейчас сброс пробега, то вот 600, вернее, 60 метров, которые у нас были, они сейчас сбросились. Так. Ручной режим. Ручной режим нужен для того, чтобы, например, загрузить коляску в транспорт, когда нужно, чтобы она не обращала внимания на свои датчики, то есть, чтобы при больших углах наклона не выдавало предупреждение ошибки, чтобы автоматически не смещало угол наклона кресла, когда мы движемся на гусеницах. Ну, собственно говоря, здесь вот отдельно можно либо управлять креслом, либо гусеничной платформой. Так, информация об ошибках. Сейчас ошибок у нас 0. И об устройстве. Вот сейчас здесь программное обеспечение установлено такое. Вот программа блока 22-23. На сегодняшний день это самое последнее программное обеспечение. Ну, вот и все, собственно говоря, что у нас из себя представляет этот пульт. Па-бам! Покатаемся сегодня по Новосибирскому речному вокзалу. Вот здесь есть естественные преграды. Будут лесенки, бордюры, небольшое бездорожье. Посмотрим, как у нас пятерка GTS-5 справляется с такими препятствиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok